Летние каникулы у детских лагерях Родиншины у самом разгаре. Недавно у них стартовали третьи измены. Программа «Отпочинку» насыщена яркими импрессами, праздники, дети и подлетки проявляют себе творче, и спортивными программами, которые развивают худкость и лоукость. Есть мероприемства, что стоять особо, и тут говорится о профилактации. История взаимодействия летников со специалистами разных организаций и ведомствов не новая. Но все это было небывалым масштабом. Ерман у лагеря зорка юбилейная у першиню. За семь дзен, поколи довжится третья змена, сумовать не доводилось и ни разу. Забавляльные программы, спортивные гульни и самая любимая для всех от 6 до 18 дискотеку не пропускает никто. Новый день, новые эмоции. Сегодня у гостей у их отряд завитали выротовальники и пропоновали примерить их соправдный боевый комплект. Прикладно у такой амуниции пожарные выезжают на выклик. Ерман! 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 По времени я должен был уложиться в 18 секунд. И в этом комплекте был комбинезон, куртка, каска, ремень и краги. Я в это время не уложился, потому что это был мой первый раз, когда я надевал пожарную форму. Тяжело? Было тяжело, надевать тяжело, но по весу было, я думаю, будет тяжелее. Сустрыжу протягнула гульня. Ее каверзное питание тычили безопасность житейности, правил по воде на воде и за электричностью. Мероприемство не обошлось и без истории пожарной службы. И это закономерно. Литерально днями 25 липеня у Беларуси отзнашись яе 170 годзе. За эти нагоды для отпадшивальников лагера «Зорка юбилейная» выратовальники организовали водное шоу. До славы гостей с разных организаций службов и ведомства у Гродно у «Зорка юбилейной» бывают каждый год. Але у гэтым их спис значно поширился, чому дети и выховальники не вымолна рады. Не первый год сотрудничаем с очень интересными людьми, которые согласны приезжать в наш лагерь и подготовить очень интересные программы. Это такие, как санстанция, госнадзор приезжает к нам, Красный Крест очень хорошо сотрудничаем, стоматология в этом году подключилась. И я думаю, дети не только здесь развлекаются, отдыхают, но и получают какие-то основы, знания, которые им пригодятся в жизни в общем, ну и в частности на данном периоде. Супрацовнество с десячими лагерами у выратовальников наладжено на постоянной основе. Профилактичная деятельность подчас каникулов объеднана огульной темой – каникулы без дыму и огню. С наступлением летнего каникулярного периода увеличивается количество происшествий, связанных с участием детей. В этом году в Гроднинской области уже произошло 7 пожаров по причине детской шалости с огнем. С целью предупреждения таких чрезвычайных ситуаций спасатели Гроднищины проводят профилактическую акцию «Каникулы без дыму и огня», в рамках которой посещают детские, пришкольные и оздоровительные лагеря, проводят беседы о том, как вести себя на водоемах и не допустить чрезвычайных ситуаций. Также спасатели всегда готовы принять в своих подразделениях ребят, рассказать им о пожарно-аваренно-спасательной технике и оборудовании, а также напомнить важные правила безопасности. Спасатели приглашают всех желающих посетить Центр безопасности в городе Лида, где на практике отработать алгоритмы действия в различных чрезвычайных ситуациях. А кроме профориентацийной деятельности, в этом году акцент у лагерях сделаны на идеологичное гражданское и военно-патриотическое выхование. Будет протягнута работа по реализации плана мероприемств, которые примиркованы до года мира и творения. Особливую увагу во всех 714 лагерях, 23 из которых стационарные, плануюсь надать святым, примиркованным до знаковых подей из истории Беларуси.